санитарно микробиологическое исследование молока и молочных продуктов в этом видео вы дорогие друзья узнаете о микрофлоре молока первичный и вторичный о том какие микробы характеризуют молочно-кислое брожение и как определить кефир свежий или нет дорогие друзья современный способ изучения микробиологии это наш видео канал популярная микробиология и зож подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новое видео и так микрофлора пищевых продуктов санитарно микробиологическое исследование пищевых продуктов существенно отличается от исследований воды воздуха тем что в продуктах микробы интенсивно размножаются специфическая микрофлора продуктов обуславливает вкус и питательное свойство продуктов как например молочно-кислые бактерии в молочно-кислых продуктах а не специфическая микрофлора может быть случайной и она не оказывает влияние на пищевые продукты но иногда случайная микрофлора делает продукты непригодными и опасными для употребления к не специфической микрофлоре относятся санитарно показательные и патогенные микроорганизмы микрофлора молока в молоке содержится более 200 веществ они легко доступны для микробов потому что интенсивно размножаются в молоке в состав молока входят белки пептоны полипептиды глобулины альбумины казеин аминокислоты а также жирные кислоты липиды лактоза витамины гормоны ферменты и минеральные соли в натуральном молоке всегда существуют микробы потому что в имя коровы это открытый орган сырое свежее сдоенное молоко не стерильно оно содержит бактерии с рук доярки или доильных аппаратов первая фаза длительностью 1 час бактерицидная при охлаждении молока до 48 часов она может быть продлена для того чтобы продлить эту фазу необходимо воздействовать на микроорганизмы угнетают действия микроорганизмов лизоцин и лактоферин если бактерицидную фазу продлить до 48 часов то молоко можно перевести на молоко завод вторая фаза длительностью 12 часов фаза смешанной микрофлоры молочнокислые стрептококки обуславливают защитное бактерицидное свойство молока третья фаза длительностью 48 часов это фаза молочнокислых стрептококков четвертая фаза дрожжево плесневая молоко теряет вкусовые свойства и образно говоря зацветает она непригодна для употребления пятая фаза фаза размножения гнилостной флоры для обеззараживания молока используются кипячение пастеризация высушивание ультразвук явление кавитации обсеменение молока микроорганизмами может произойти от коров больных маститом это такие микробы как стрептококки стафилококки также от больных животных которые выделяют возбудители с молоком можно заразиться сибирской язвой туберкулезом бруцеллезом у лихорадкой а в то же время можно заразиться через молоко от больных людей и бактерионосителей сальмонеллами шигеллами и патогенными стафилококками нормативы для молочных смесей в пастеризованных и вареных смесях общее количество бактерий в одном миллилитре продукта не должно превышать 500 колититр должен быть выше 11 целых и одной десятых в продукции молочной кухни ищут плазмокоагулирующий стафилококк и энтеропатогенная кишечная палочки микрофлора молочнокислых продуктов показателями молочнокислого брожения являются молочнокислые стрептококки молочнокислые палочки и единичные дрожжевые клетки молочнокислые продукты а также сыры творог сметана это те продукты в которых создаются условия для развития закваски и в то же время условия неблагоприятное для развития патогенных микробов микробное число в молочнокислых продуктах не определяют определяют микробный пейзаж молочнокислой микрофлоры с помощью бактериоскопического метода для этого микропрепараты из неразведенных продуктов окрашивают метиленовым синим и микроскопируют под микроскопом нужно видеть только специфические микробы для пастакваши это молочнокислый стрептококк и молочнокислые палочки для кефира молочнокислые стрептококки молочнокислые палочки единичные дрожжи не должно быть микробов порчи плесени и большого количества дрожжей разберем ситуационную задачу от покупателя супермаркета поступила жалоба на некачественный кефир и вот в лаборатории государственного санэпиднадзора поступил образец кефира у кефира измененные органолептические свойства как доказать что кефир не соответствует требованиям ГОСТа для этого сотрудники лаборатории определяют микробы порчи микроскопическим методом из неразведенного кефира готовится микропрепарат и окрашивается метиленовым синим в норме должны быть молочнокислые стрептококки обычной виде диплококков и немного молочнокислых палочек допустимые единичные дрожжевые клетки в испорченном образце обнаруживается большое количество дрожжевых клеток и плесень в таком случае кефир не отвечает требованиям ГОСТа благодарю за внимание